Книга «Открытым оком», 19-й том, вопрос 3327, тема «Жития». Я читала в житии Иоанна Крестителя, что дочь Иродиады, Соломея, шла по льду и провалилась, и ей отрезала льдом голову, которую принесли ее матери. Но откуда такой лед в Израиле? Там же жарко всегда, и как узнали такие подробности, чего нет ни в одном Евангелии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Благочестивые выдумки монахов и ложь во спасение уже обретает крылышки. Ниоткуда это неизвестно, и вы можете тому не верить. Это не символ веры нашей. А вот относительно льда и снега Библия говорит о том, значит, и в Израиле не всегда купальный сезон. Слово «снег» холодит на странице в Библии 26 раз. Это уже не случайно. Иова 6, 16. «Которые черны от льда, и в которых скрывается снег». Иова 38, 22. «Ходил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града?» Псалом 59. «Окропи меня из сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Иеремий 18, 14. «Оставляет ли снег Ливанский скалу горы, и иссякает ли из других мест текущие холодные воды?» 1 Макарийская, 13, 22. «И приготовил Трифон всю свою конницу, чтобы идти в ту же ночь. Но был очень большой снег, и он не пошел по причине снега, а поднявшись, отправился в Галаад». «Сераха 44, 19. Он сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым, и не спадение его, как опускающаяся саранча». Снег тоже тайна премудрости Божьей. Как он образуется? Нет конденсации же, когда на улице под 40 мороза. «Исследователь сфотографировал тысячи снежинок, и не нашел двух одинаковых, когда увеличил эти фотографии. Как все они чудесно синхронно в лучиках. А в одном кубометре снега может быть миллиарды этих снежинок, а мы и не знаем про их чудесность. Про лед могут говорить часами, знающие чудесные его свойства. Все от холода сжимается. Только не вода. Иначе от замерзшего и опускающегося на дно льда вымерзли бы все водоемы. При замерзании вода превращается в лед, который легче воды, и покрывает воду, как покрывалом». Сераха 44, 22. «Подует северный холодный ветер, и из воды делается лед. Он растилает на всяком местилище вод, и вода облекается, как бы в латы. Рассмотри рисунки мороза на стекле это же искусство. Иногда град падет такой, что разбивает крыши более полкилограмма. Как такая тяжесть могла держаться в воздухе?» Солом 147, 6. «Бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит?» Во-первых, объявлю вам, друг прелестный, что вот теперь уж более ста лет, как людям образованным известно, что времени с пространством вовсе нет, что это только признак субъективный или, попросту сказать, один обман. «Сего не знать есть реализм наивный, приличный ныне лишь для обезьян, а если так, то значит и разлука, как временно пространственный мираж, равна нулю, а с ней тоска и скука. И прочему всему оценка таж. Сказать по правде, от начала века среди толпы бессмысленной земной нашлись всего два умных человека, философ Кант да прадедушка Ной. Тот доказал методой априорной, что, собственно, на все нам наплевать. А этот, эмпирически бесспорно, напился пьян и завалился спать. Владимир Соловьев, 1890 год.